Сможет ли просто новичок сесть и разобраться в управлении этого трактора? Такое ощущение, что я управляю каким-то трансформером, роботом. Попробуем почистить снег. Пока непривычно. Начинаем копать на себя. Закрываем кабину. Ребята, всем привет. Вы на канале Мульчер Эксперт. С вами Антон Хатунцев. Сегодня выпуск у нас посвящен экскаватору-погрузчику GCB-30X. У нас уже был выпуск, связанный с этим трактором. И сегодня мы попробуем на нем поездить, поработать. Вы поймете, насколько он прост. Сможет ли просто новичок сесть и разобраться в управлении этого трактора. У нас были с этим трактором проблемы. И в конце выпуска я вам расскажу, как эту проблему решила компания Лонмади. Поехали. Так, ребят, ну я в тракторе. Я сейчас узнал, что у него, оказывается, нет педали сцепления. Что сейчас нужно, чтобы тронуться? Нужно поднять передний коуш. Начинаю разбираться. Ага, скорее всего. Так, подгазовываю. Поднимаю коуш. Приподнял. Дальше. Включаю. Непривычно, без сцепления. Включаю вторую скорость. Чтобы включить вторую скорость, надо сначала на рычаге нажать кнопочку. Опа. Все, включилось. Опа, опускаю ручник. Включаю реверс. Оп. Потихонечку. Так, поехал. Притормозил. А, переключаю реверс вперед. Поворачиваю направо. Ну, угол поворота, конечно, тут не такой, как на легковом автомобиле. Так, реверс назад. Как ощущение? Ну, пока непривычно. Но очень все просто. Сдаю назад. Педаль газа тугая. Прям тугая-тугая. Нужно привыкать. Опа. Притормозил. Включаю реверс. Вперед, еду вперед. Все это я произвожу на второй скорости. Движение назад, движение вперед. И поехал. Ну, все просто. На тракторе сейчас у нас 1164 моточасов. Идет уверенно. Заехал в колею. Можно приподнять ковш повыше. Дорога будет лучше видна. Такое ощущение, что я управляю каким-то трансформером, роботом. Давайте сейчас попробуем набить новую колею. Сделаем сейчас новую дорогу. Заезжаю в старую колею и поехал. На самом деле все просто. Удобно. Шумоизоляция хорошая. Печка работает идеально. При том, что сейчас минус 8. Давайте сейчас проверим функцию. Попробуем почистить снег. Попробую чистить дорогу. Нагребать. Высыпать. Как у меня это будет получаться. Закрываю кабину. Включил реверс вперед. Ковшку поднял кверху. Опускаю вниз. Чуть-чуть подравниваю. Оп-оп-оп. И поехал вперед. Приопустил и еще уплотнил к земле. Набиваю новую дорогу. Рядом с колеей. Я вижу, что ковш уже потихонечку поднабрался снегом. Мне его сейчас нужно будет куда-то пересыпать. Ребят, ну для первого раза за рулем трактора GCB-30X Super я смог разобраться. Я думаю, любой новичок так же разберется. Даже если чуть-чуть ему просто водную информацию дадут. Где, что, что и как. Снег чистить у меня получилось. Сейчас мы попробуем поработать задним ковшом, как экскаватор. Ребят, этот трактор я использую для строительных работ, для своих собственных нужд, для хозяйства. Так как вы знаете, я стартап сейчас новый сделал. Вот. Этот трактор я использую на объектах. На данном объекте он у нас занимается, заменяет сразу там 30 человек. То есть, вальщики у меня валят лес. Этим потом крыжуют, сортируют. И этим трактором мы выбираем стволы деревьев и кучкуем в отдельные кучки. Вот. Помимо кучкования мы занимаемся, делаем здесь на объекте мелиоративные канавки. То есть, рядом с лесом делаем такие канавы, если снег тает, чтобы не было затопления такого сильного. Сейчас я вам покажу, как на этом тракторе, вот я сейчас чуть-чуть уже приноровился, как на нем работать. И порядок действий, что нужно делать. Вот мы сейчас приехали, я поставил нейтральное положение. Скорость я не выключаю. Значит, поставил его на ручник. Вот сейчас у меня снят с ручника, я его ставлю на ручник. Если реверс будет включен, соответственно, трактор запищит. Вот, слушайте, даст сигнал. То есть, двигаться нельзя. Дальше, что я делаю? Переднюю лопату, наш ковыш, опускаю вниз. Так, чтобы передние колеса немножко приподнялись. Сейчас, секундочку. Оп, трактор приподнялся. Дальше, находим с правой стороны под сидением рычажок. Я его, кстати, не сразу нашел. Разворачиваем кабину против часовой стрелки. Вообще, нужно добавить обороты трактору. Вот здесь слева у нас есть рычажок. Оп, добавляем. Дальше. Выдвигаем стойки вперед. Левая лапа, правая лапа. Приподнялись. В летнее время, ну, допустим, нужно будет приподнять стекло, вытащить шплинт фиксирующий. Сейчас он у меня уже вытащен. Я на морозе не хочу окно открывать. Значит, трактор установили. Дальше. Два рычага управления. Управляют ковшом, стрелой. И стрела выдвижная, вот педалька. Вперед-назад. Пробуем. Я все делал потихонечку, не спешать. Значит, рычаг на себя. У нас стрела поворачивает вправо по часовой стрелке. Дальше нам нужно ее выровнять. Выравниваем от себя. Дальше. Выпрямляем ковш. Так, так. Теперь пользуемся педалькой. Правой ногой. Педалька вперед. У нас выдвигается стрела. Поправляем ковш. И опускаем вниз. Теперь. Начинаем копать. На себя. И педалька манипуляторная. Давим ее назад. Смотрите, что получается у нас. Опа. Ковш набрался. Манипуляторную стрелу вверх. Опа. Ей тяжело. Опа. Пошла. Теперь поворачиваем стрелу вправо. И высыпаем. Опа. Вытряхиваем. Если я поработаю сегодня хотя бы один день, я думаю, что я уже более-менее профессионально смогу работать на этом тракторе. Так что достаточно несколько часов. Вы разбираетесь и работаете. Далее. Закрываем. Сейчас мы уже начинаем складывать. Оп. В обратной последовательности все. Так. Так. Разворачиваем стрелу обратно. И складываем стрелу. Поднимаем ее повыше. И прижимаем. Сейчас. Прижимаем ее чуть-чуть поближе к себе. Далее. Опускаем лапы вниз. Уменьшаем обороты. Нащупываем правой рукой под сидением рычажок. Разворачиваем сидение направо. Приподнимаем ковш. Кверху. Снимаем с ручника. Закрываем кабину. Включаем реверс вперед. Правая нога на педали газа. И поехали. Ребята, ну давайте подытожим. Для того, чтобы зарабатывать и делать бизнес на сдаче в аренду этого трактора, я как бы в этом особо не разбираюсь, так как я эту технику в аренду не сдаю. Ну, смысла не вижу. Но для выполнения своих работ, я думаю, что эта техника нужна в каждой компании. Этим трактором мы выполнили объекты, такие как благоустройство Лебединского горно-богатительного комбината. Этим трактором я начал стартап в селе Истабное. Значит, мы сейчас выкорчевываем, ну уже почти выкорчевали яблоневые сады. Будем закладывать ягодную плантацию. Этим трактором я строю в селе Истабное, Белгородская область, купель, источник. То есть для строительства дороги, для погрузочно-разгрузочных работ, для планировки, для мелких работ, допустим, на лесозаготовительных работах, прочистить дорогу. По поводу, значит, прежней проблемы. У нас была проблема с коробкой. Но я так понимаю, что на этих тракторах был какой-то дефект. То есть это был дефект не только на этом тракторе, но еще на нескольких проданных. Его компания LonMadi быстро устранила, вообще безоговорочно. Вот, я дальше продолжаю пользоваться этим трактором, эксплуатировать. И в данный момент сейчас уже оформил покупку гусеничного экскаватора GCB-205, который вы можете увидеть в следующих выпусках. У меня будет отдельно компания LonMadi и GCB показываться вот рубрика. Будем показывать по гусеничному эксплуатацию, ремонт, обслуживание, какие у него будут болячки. Ну и, конечно же, по этому трактору. У него сейчас там 1164 моточаса, вроде бы сейчас мы когда ехали, я говорил. Вот, будем дальше эксплуатировать. Помимо коробки проблем никаких не было. Обслуживание быстрое, реакция быстрая, расходники дорогие, но машина того стоит. Пишем свои комментарии, задаем вопросы, подписываемся на YouTube канал, говорим об этом канале своим друзьям, рекомендуем подписаться. Своей активностью вы поможете двинуться нам и развиться. До новых встреч, ребят!